Открытие выставки «Беростейская палитра-2020» – событие для культурной жизни города. Лучшие работы членов регионального отделения Белорусского союза художников собрали в одном месте. Какие-то произведения были выставлены впервые, другие Брестский зритель мог видеть ранее. Но свою красоту и ценность не потеряла ни одна из работ. Гармонично разместившись в зале, они привлекали внимание людей. Те люди, которые придут на эту выставку, в любом случае получат огромное удовольствие, потому что направления абсолютно разные, формы работы абсолютно разные. И если уже человек пришел на эту выставку, он действительно проникся этой идеей, проникся искусством и творчеством людей. Поэтому я думаю, что каждый что-то в ней найдет для себя. 20 талантливых художников представили свои лучшие произведения, а это 60 работ, которые были созданы за последние годы. Здесь можно найти живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство и многое другое. Оценим по достоинству работы мастеров пришли их ученики, друзья, коллеги, а также любители изобразительного искусства. Среди тех, кто присутствовал на открытии вернисажа, Николай Кузьмич – постоянный гость выставочного зала и председатель Брестского областного отделения Белорусского союза художников. Замечательные новые работы, новые открытия – это, так сказать, высокостный год. Наверное, не простой год, но работы радует. И, конечно, каждый автор – это новые открытия, новые впечатления, новые переживания. Художник для того и живет, и творит, чтобы, так сказать, через себя пропустить, через призму события, которые у нас принимает. Так что я думаю, что нашему зрителю Брестскому, который не избалован пандемией, еще никто не отменял, будет большой подарок от нашей Брестской областной организации. Так что хочу себя поздравить, себя и зрителей, которые придут на выставку с вернисажем. Спасибо художникам. Выставка «Беростейская палитра» является своеобразным итогом. Благодаря ей можно увидеть, кто продолжает свой творческий рост, а кто только постигает азы мастерства. Хочется, как всегда, обратить внимание на нашу молодежь, которая нас удивляет. Татьяна Потурова, Чепурная олень и Канна, и Петр Кузьмич. Конечно, это подрастающее поколение, за ними будущее. И радуют, конечно, нас художники, которые уже давно нас удивляют. Меня, например, в этом году как-то так приятно поразила Антонина Гурщенкова. Живопись великолепна, Гобелен, как всегда, это очень трудоемко. Потом Кувко своим, так скажем, масштабом, размахом, мыслью, идеей, скажем так, его работ. Ну и все остальные. Да, выделить кого-то одного сложно, хотя бы потому, что у каждого своя техника и свое представление об искусстве. А избавиться от осенней хандры благодаря ярким работам художников будет возможно до 25 октября.